Главная встреча случилась в 2011 году в ноябре. Юля была в гостях у подруги. Пили чай, разговаривали. И тут заходит Женя. И я сразу поняла, что это мой человек, что это мой мужчина будет. Ну, как-то так. И после, потом он меня пригласил на первое свидание. Он меня пригласил в кино. Мы с ним сходили в кино. Ну, и все с этого момента. Мы с ним вместе прожили, получается, 11 лет. Евгений был старше Юлии на 9 лет. В шумной компании они никогда не стремились. Им было достаточно друг друга. Оба спокойные, серьезные. В какой-то момент Евгений, несмотря на два разноплановых образования, решил пойти на контракт. От работы в свободное время, если выдавалось такое, потому что работа военного не подразумевает, можно сказать, отдыха, практически всегда был на работе. Но если выдавался у него выходной день, если это было, допустим, лето или весна, это обязательно была поездка куда-то к реке, к озеру, неважно, то есть где вода и где есть рыба. На рыбалку обязательно, обязательно с лодкой, удочки, спиннинги. И это даже не обсуждалось. То есть, если даже была возможность, ночевой обязательно. То есть, вот такое у него было времяпровождение. Евгений служил в бригаде связи. К работе, как и ко всему остальному, подходил основательно. По-другому просто не умел. Тяготы и лишения принимал с достоинством. Я не скажу, что он, конечно, там был в восторге, потому что работа такая, то есть очень тяжелая, трудная, как бы не любой может справиться с такой работой, потому что постоянные выезды на учения каждый год, каждое лето в зимнее время, как бы более такое. А так, да, он никогда не жаловался, то есть ему нравилось. В начале лета 2022-го Евгений подписал третий контракт. И в июне же узнал о предстоящей боевой командировке на СВО. Первая реакция, конечно, моя, по крайней мере, была. Я испугалась, конечно, как женщина, как жена. Ну и это была его первая серьезная командировка, которая связана была с зоной спецоперации. Его реакция была, как у мужчины, очень стойкая, но, тем не менее, все равно. Я видела, как бы, тревогу у него, потому что, как бы, это действительно, то есть все не просто так, это все серьезно. Но, тем не менее, у него не было даже, что отказаться, не ехать или еще что-то, как бы не было, все. То есть приказ есть, приказ нужно, как бы, исполнить. Как бы, вот такой он человек был. Июль, август, сентябрь. Каждый день Юлия не расставалась с телефоном, ждала звонка. Разговоры были короткие, но слова в эти моменты и не нужны. Главное – голос услышать, что жив-здоров. Крайний раз мы с ним поговорили, получается, 3 октября. А потом, как бы, 4-го числа я встала, ну, то есть это утро же, ну, как бы, было. И чувствую, как бы, ну, я как-то вот плохо себя, очень плохо себя чувствовала. И я пыталась с ним связаться. То есть гудок шел, а трубку никто не брал. Соответственно, я уже почему-то поняла, что, как бы, ну, что, что-то произошло плохое. Но я не допускала своей мысли, что там именно что-то связано, как бы, именно с гибелью. Я думаю, может быть, что-то случилось, как бы, ну, в любом случае он выйдет на связь. То есть оставляла надежду, ну, как бы, для себя, как 5-го числа утром раздался стук в дверь. Я открыла, и это были, как бы, представители с его военной части. Это было 5-е октября. И мне сообщили, что 4-го октября ваш супруг погиб при исполнении воинского долга. Он погиб, как герой. Евгений Васильев представлен к ордену мужества посмертно. Убрать с крючка у двери военный планшет и сигнальные флажки до сих пор у Юлии рука не поднимается. Как будто он вышел на службу, а вечером вернется домой. И они вместе снова будут пить чай. Сегодня Юлия подумывает о том, чтобы тоже устроиться на контракт и служить в той же части, что и Евгений. Вместо него. Вера Садулина, Анатолий Тюльнев, РТК «За Байкалье». Р Imm questaю жизнь. Реписder yn Садулина. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров Н.Александрова